Привет всем зрителям и подписчикам моего канала. Спасибо, что смотрите и комментируете мои видео. В последнее время на рынке драгоценных металлов активизировалось движение. И именно это видео будет посвящено этой теме. В одном из выпусков я рассказал про украинские монеты из серебра. Посмотрите, кто не видел. Ссылочка будет в подсказке или в описании. А сегодня я расскажу про инвестиционные монеты. Я буду с гостем и экспертом в этой теме с Алексом с канала Silverstaking Academy. В 2018 году мы записали совместный ролик на тему, какие инвестиционные монеты из серебра стоит покупать. Так что, кто не видел, переходите по ссылочке и посмотрите. И в этом видео мы расскажем о тех монетах, с которых можно начать инвестирование в серебро. Перед тем, как мы перейдем к теме, я хочу сказать, что партнер этого выпуска интернет-магазин GoldSilver.org.ua Магазин инвестиционных и коллекционных монет из золота и серебра. Ссылка на магазин будет в описании. Ну что, поехали? Привет, Алекс. Добрый день, Алексей. Приятно, что пригласил на свой канал. Я думаю, обсудим мы сегодня интересные темы инвестирования в драгметаллы, коллекционирование серебряных и золотых монет. Я думаю, что по результатам просмотра зрители смогут сделать вывод. Интересно им это, неинтересно. Может быть, более углубиться в тему, если им этот вопрос заинтересует. Знаешь, у нас в последнее время за этот карантин, когда кто объявляет, закрывают все бизнесы, закрывают всех домой, все резко начинают продавать, золото падает, потом сейчас опять повышается. Я вижу, что у тебя тоже канал сейчас пользуется спросом, там много просмотров за последнее время. Расскажи, что происходит сейчас? Почему эта тема прямо настолько сейчас актуальна? Я, по крайней мере, по просмотрам даже вижу. Ну, действительно, тема сейчас актуальна, в том числе с точки зрения, в том числе в связи с тем, что на мировых рынках активно началось движение, связанное с ростом драгметаллов. Золото побило исторический рекорд. Это было в августе 2020 года, буквально несколько дней назад. Серебро выросло, наверное, за последний месяц практически в два раза, если не больше. То есть, ну, даже, ладно, не в два раза, но в текущем году, если серебро было в момент пандемии, и когда, помните, я думаю, нефть падала в цене, серебро откатилось, стоило, ну, грубо, 18 долларов за тройскую унцию. Стало тройскую унцию, это 1,1 грамма 999-й пробы, чтобы было понятно. Вот, скатилось примерно до 12 долларов. После этого оно отросло вплоть до более 29 долларов превысило. То есть, ну, вот считайте, какая была доходность именно по серебру. В настоящее время произошла коррекция, и серебро стоит, опять же, вот я сегодня смотрел, около 26 долларов за тройскую унцию. Ну, то есть, тем не менее, все равно с 12 до 26 долларов – это более чем двухкратный рост. По золоту тоже мы грубо начинали, там была ситуация, по-моему, доходила и до 1400 с чем-то долларов за тройскую унцию. В настоящее время серебро котируется более чем 1900 долларов за тройскую унцию, но в моменте оно уже достигло исторического максимума в долларах США, переходило в 2000 долларов, но сейчас немножко, опять же, скорректировался, стоит больше 1900 долларов, что тоже, в принципе, по доходности в долларах очень неплохо. Причина связана, обусловлено тем, что в мировую финансовую систему вливаются триллионы долларов, долларов, иен, евро, так называемые смарт-мани ищут, куда вложить эти деньги, и многие смарт-мани пошли как раз по пути инвестирования в драгметалл, в золото, в серебро. Вот, поэтому тема актуальна, тема популярна, она популярна на Западе, но, вот видите, по просмотрам русскоязычных каналов, в общем-то, показывает, что это тоже людям интересно. Ариц, а скажи, пожалуйста, а почему именно тебе эта тема интересна? То есть, ты больше как коллекционируешь, инвестируешь, то есть, или просто как кусочки серебра у тебя, почему именно такие? Алексей, отличный вопрос, я вот, что, чем интересно коллекционирование или инвестирование в драгметаллы именно в физической форме, и если мы говорим, давай вот так, конкретно про монеты, да, то плюс в том, что, ну, каждый, я не знаю, твои зрители канала наверняка, каждый мужчина, ну, наверное, и девушки тоже любят что-то собирать, да, коллекционировать. Кто-то, я не знаю, там копят спичечные крапки, кто-то, я знаю просто людей, которые, ты знаешь, вот собирают подставки под пивные кружки. И я общался с одним человеком, который этим серьезно занимается, и есть вот подставки, которые стоят очень дорого. Ну, понимаешь, в чем дело, да? Ну, то есть, это такие, он может, менее просто ликвидный рынок этих подставок. Ну, а к тому, что так или иначе люди что-то собирают. И плюс именно собирание, по-английски это стекинг называется, да, собирание драгметаллов в том, что, во-первых, с одной стороны, это инвестиция в драгметалл, а с другой стороны, это действительно интересное, красивое изделие. И когда удается покупать серебряные монеты или золотые монеты по адекватной, грубо говоря, близкой относительно к цене металла, который еще является, ну, я говорю, красивым зачастую, ну, громкое слово, ладно, произведение искусства, но, тем не менее, произведение современного монетного искусства. И это получается, знаешь, своего рода win-win. К тому, что если еще и драгметаллы растут, плюс растет нумизматическая стоимость самой монеты с годами, за счет этого получается вот такая вот смесь убивается, или как надо сказать, даже не убивается, наверное, развивается, и насыщается твоя тяга к собиранию чего-то. А с другой стороны, ты собираешь не что-то такое, да, там, мусороподобное, а все-таки, я уж извиняюсь, да, за собирателей, кто там, коробки из печной копит, но собираешь все-таки то, что имеет, ну, такой длинный исторический бэк-трейтинг, да, я имею в виду золото и серебро. Вот поэтому вот за счет этого убийства, я не знаю, скольких зайцев я перечислил, оно и меня привлекло как, значит, вложение на долгосрок определенной части своих заработанных денежных средств. А как ты считаешь, вот сейчас, насколько, какая ликвидность у этих монет, насколько можно их быстро продать и, ну, и как-то перевести, например, в доллары, да, у долларов гораздо выше ликвидность, на каждом шагу можно поменять. Вот что ты думаешь про ликвидность этих монет? Ну, смотри, давай так, если мы говорим вообще о понятии ликвидности, самые ликвидные, да, наверное, это сейчас, наверное, доллары США. Вот если вот так подходить к этому вопросу, уж совсем грубо. Единственное, вот мы, я вот в своем видео рассказывал, в принципе, у меня такая точка зрения. Мы, вот живущие на постсоветском пространстве, я живу в России, ты, Алексей, в Украине, мы привыкли к тому, что доллар, особенно за 90-е годы, у нас отложилось в том, что доллар – это очень такая ликвидная, надежная, долгосрочная, ну, назовем это ценная бумага, да. Я общаюсь со многими жителями Соединенных Штатов Америки. У них, особенно те, кто жили там в 70-е годы, в 80-е годы, когда была довольно-таки там, инфляция в США достигала двузначного значения. И эти люди, у них вера в их личную национальную валюту, она гораздо меньше, чем у нас, да, вера в такой всесилие доллара. Так вот, с одной стороны, в текущих условиях, ну, наверное, доллару трудно найти конкурента с точки зрения ликвидности, но, как показывает практика, это может довольно быстро, значит, измениться. Так вот, возвращаясь к ликвидности, если мы говорим о… То есть все деньги, все яйца в одну корзину складывать не стоит. Поэтому, если все-таки в текущих условиях для того, чтобы… Если срочно нужны деньги, да, выдергивать их из монет, которые купили, например, в этом году, однозначно не стоит. Мы сейчас, я не знаю, может, попозже чуть-чуть я расскажу, да, горизонт инвестирования в драгметаллы – это не то, что купил сегодня, продал завтра. Все-таки это инвестиция на долгосрок, с одной стороны. С другой стороны, для того, чтобы получить максимальную доходность именно от продажи монеток, которую купил, ну, я еще не по цене, близкой к цене металла, как какие-нибудь, знаешь, канадские, вот есть там категории монет, их можно разделить на несколько категорий, те же серебряные и золотые монеты. Есть монеты, которые стоят максимально близко к металлу, их продать можно в последующем тоже быстро и ближе к цене металла. Есть монеты, которые имеют определенную нумизматическую премию, которая с годами только растет. Есть золотые монеты, которые продать проще, но у них тоже вот эта нумизматическая премия, она растет гораздо меньше, ну, за исключением отдельных там современных монет, и их там, о них можно, как говорится, углубиться, вот, но их меньше в золоте, я имею в виду. Вот, поэтому, возвращаясь к теме, инвестирование в серебряные монеты – это все-таки с горизонта инвестирования, как там кто-то говорит, 3 года, я считаю, что можно, если есть возможность подождать и вложиться в перспективные монеты сегодня, которые через лет 10 вырастут гораздо больше и будут стоить гораздо больше существенных, ну, гораздо больше денег. Вот, поэтому это не то, что ты вот купил сегодня и решил завтра продать, ты однозначно хорошую, нормальную, классную монету, ты ее можешь, в зависимости от ситуации, ты, может, ее и продашь. Вот недавно была ситуация интересная, один человек у меня, ну, вот я приведу пример, да, в комментарии я писал под одним из роликов, вот там один дилер у него не покупал золотую монету, я говорю, ну, слушай, что у тебя там за золотая монета, напиши мне. Но человек написал, потом продал конкретно мне. Вот. У него была нормальная ликвидная монета. Поэтому, давай вот еще момент такой вернемся. Сейчас вот у нас в России, я не знаю, ну, есть, просто стоит называться, да, название компании не стоит называться, но вот у меня есть генеральный спонсор, да, который вот продает золотые и серебряные монеты. И вот сейчас у них цена выкупа, именно выкупа обратного отдельных серебряных монет, ну, вот я просто смотрел по их сайту, там, филармоники они выкупают, это вот самая базовая, примитивная, ну, в кавычках назовем это, да, серебряная монета. Еще только, знаешь, буквально вот до последнего роста цены серебра, она стоила у них примерно там, в рублях, к сожалению, может, для твоих зрителей будет сложнее, но все равно полторы тысячи рублей, грубо говоря, сейчас они ее выкупают, там, примерно по 2200, может, даже сейчас и больше. То есть, если ты купил монстр бокс, и через, там, вот после того, как серебро выросло, им отнес, ты, в принципе, неплохо заработал. Вот, поэтому надо смотреть скорее, ну, где ты будешь продавать эту монету, в каком количестве ты будешь продавать эту монету, что за монету будешь продавать. И я вот, например, на канале не так давно размещал ролик, там, 15 перспективных серий инвестиционных монет. Был ролик 10 таких серий, которым уже, там, десятилетия, да. При покупке таких серий, таких монет в таких сериях, в продаже их, там, через определенное время, ну, во всяком случае, я для себя такую стратегию выбрал, и она, по большому счету, работает, ну, можно неплохо заработать, вот. За счет роста мизматической, в том числе, составляющей. Я сейчас убираю даже рост цен на драгметалл. В серии есть чудовище-королевы, или звери-королевы по-английски. Вот, смотри, ситуация, вот, когда выходили монеты, там, первая, вторая, даже в серебре, они стоили примерно 3 тысячи рублей в России, да, 3 тысячи рублей, это был 2016 год. Вот, сейчас я у тебя эту монету с удовольствием куплю за 6 тысяч рублей, вот, в два раза дороже. Просто вот ты мне скажи, я хочу продать, я у тебя сразу все куплю. Вот, там, первая, вторая монета, вторая монета в серии Грифон, она, ну, вот, я про то, что я по тебе куплю, потому что, если я захочу ее дальше продать, я найду человека, которому, действительно, она будет нужна ей чуть дороже. Вот, потому что в Америке ее сейчас продают, там, знаешь, некоторые первые монеты этой серии, там, 150-200 долларов и так далее. То есть, монеты существенно выросли в цене. Вот, есть и другие перспективные серии, там, десятюнцовых монет тоже сейчас, допустим, вот, опять же, пример, лев в серии Чудовище-королевы, да, десятюнцовая монета – это 311 грамм. Слушай, она стоила, там, буквально, по-моему, в 2008 году, не, не в 2008, а в 2017 примерно, по-моему, она год вышла, если я не ошибаюсь. Ну, стоила она тогда в России, там, примерно, 14-15 тысяч рублей, просто ее мог купить в рознице. Сейчас эту монету, ну, вот, я бы у тебя ее с удовольствием купил за 1030-40. Вот, поэтому зависит очень много вот конкретных монет, если, вот, подытожить. Не только от веса, да, но и от конкретно монеты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...